Я немножко расчувствовался. Я просто был когда-то первым слушателем этого девства. И очень хорошо помнил зону. Мы с Иваном стояли около какой-то почки, не знаю, что там было, в земле. И Иван дрожащим голосом, дрожащими остатками пальцев, у него пальцев не было, пунтями дрожащими, читал этот текст. И у меня было ощущение, что я побожаюсь в какую-то очень глубокую историю. Историю тех, которые были нашими предшественниками. Потому что мы продолжали жить в советской стране, в тоталитарной стране, но уже, конечно, в смельченных условиях. Я очень любил Ивана Алексеевича Святычного и до сих пор очень люблю, хотя его давно нет. Это был совершенно удивительный человек, внешне очень скромный. Для меня это было просто удивительное ощущение сочетания европейской культуры с христианским и украинским происхождением. Иван Алексеевич родился и вырос в сельской местности Луганской области. Как и все, он никогда не деятелся в рубеже, тогда это было невозможно. В зоне он занимался свободно, а вот сопротивление советской власти в линии, он занимался переводом с французского языка. Он переводил французскую поэзию. Он, который был славач, в принципе, славач. Он общался с нами, в молодых языках. И мне тогда казалось, что он очень немолодой человек, хотя ему тогда было где-то 45-47 лет. Но учитывая, что у меня Деволея Мавченко было много меньше, нас посадили где-то в 25, для нас он был не просто мать, а мастит, учитель. Это был действительно какой-то удивительный бук под Платаном. Как в древней Греции. Но только вокруг была колючая кровь, это заборы и рядом с нами карцерат, в которых мы иногда бывали. Иван Алексеевич учил мудрости. Я не буду рассказывать то, что вы несете с собой. Каждая из вас имеет возможность унести эту небольшую книжечку. Мы с Лейсей специально подготовили его на один из присутствующих здесь молодых людей. Помог, дал деньги для того, чтобы мы смогли провести этот вечер. И чтобы вынесли не только звуки музыки с собой, но и память, которая осталась у меня. И я думаю, что это было правильное решение. Мне очень хочется поделиться со многими моими знакомыми и незнакомыми украинцами любовью Ивана Алексеевича Святичкина. Мне кажется, это очень важно, потому что мы постоянно наблюдаем грязных, паскудных украинских политиков. И это ужасное чувство можно перебить только памятью о таких людях, как Иван Святичкин. Это действительно был уведомленный человек. И я очень надеюсь, что сегодня, после этого вечера, у Ивана будет больше поклонников и больше влюбленных в его творчество людей. Хотя любить, по-моему, пропуск невозможно, но тем не менее. Иван был очень яркой фигурой. Я описал где-то там мои воспоминания, которые у вас есть, маленький эпизод, который характеризует отношение к нему нашего подвергного начальства, которое было совсем не добрым и не ласковым с нами. Начальник, безусловно, встречает где-то на дорожке Ивана Алексеевича, останавливает его. И вместо привычных осужденностей личных слов, он говорит Иван Алексеевич. Это был майор Пинин, профессиональный каратель с молодых ногтей. Он начинал свою корректировку еще в Мордовии. Обычным надзирателем он потом взрослый начальника колонии. И вот он обращается к Ивану Алексеевичу и говорит спокойным совершенно голосом, не переходя на крик. Иван Алексеевич, посмотрите внимательно на меня, на мое лицо. Иван, я бы сказал, говорит, я растерялся, я не понимал, что он хочет от меня. Ну, говорит, я смотрю на вас. А что? Понимаете, каждый день по всем радиостанциям говорят, что майор Пинин, каратель и садист. Ну, посмотрите на меня. Я же не каратель и садист. Он выбрал Ивана не случайно, потому что он знал, что Иван авторитет. Не в том смысле, как бывает авторитет у уголовников. Он настоящий авторитет. Я еще раз скажу, мне очень не хватает Ивана. И я думаю, что сегодня после этого вечера многие из вас поймут, что Ивана не хватает и нам в Украине. Когда-то, когда Ивана уже не было, а была живая его жена, Люля, мы с ней как-то тихо, спокойно сидели, о чем-то говорили. И вдруг заговорили о том, кто бы жили в Украинскую политику, в эту новую политику. И Люля сказала, никогда бы не пошел. Он бы занимался другим, он бы помогал новым, но в политику никогда бы не пошел. Я понимаю, что это может быть неправильная позиция, потому что, когда нормальные люди не идут в политику, а негодяи рвутся туда, мы имеем то, что мы имеем сегодня. Но тем не менее, когда мы с вами, каждый у себя дома, будут включать телевизор и видеть там эти особенные амбийца, я не хочу говорить, не трожить, особенные амбийца. Давайте вспомним, что в этой стране был Иван Светлычный, был Стуз и были многие другие, которые совсем не были украинскими, буржуазными националистами. Этот армин не наш, этот армин придуманный, властью Иван Алексеевич Светлычный был европейец. Еще в те времена, в зоне, он показал, что такое быть европейцем. Остальное вы прочитаете. Спасибо.